Чётко прописанное пророчество. Придёт Белый Царь, Великий Махди, тот утешитель, о котором говорил Христос. Такая мощь, такая сила, и сила военных. Совсем другие технологии. Сначала Короли Востока поклонятся королёкам Гамуа, а потом весь мир. Русский пророк предсказал ей приход Белого Царя и даже он начал точную дату. Человек, который придёт и всё исправит. Перед самыми катаклизмами, чтобы подготовить людей, как он будет их спасать, почему Небо даст ему такие технологии, почему его сторонники получат такую власть. Каково же пророчество? О чём они все говорят? Да об одном и том же, что сначала будут войны, эпидемии, голод, эпидемии рака, эпидемии лёгочных болезней, что слегнутся арабы с израильтянами, англазаксы с русскими, китайцы не останутся в стороне. Потом придёт Белый Царь, или Великий Всадник, или, как его Настердамович называл, король Ангамуа, и будет он из Тартарии, то есть из России. Он придёт и изменит весь мир. У него в руках будет такая мощь, такая сила, что никто не сможет ему сопротивляться. И это не сила государства, не сила военных. Это будет совсем другая сила, совсем другие технологии. У него появится много сторонников. Он будет передавать им эти технологии, и им с помощью этих технологий, они будут абсолютно юнезвимы, они будут абсолютно всевластны, они будут подчинять себе процессы государства. И очень быстро, сначала королей Востока, поклоняться королю Ангамуа, потом и весь мир, говорил Настердамус. И этот царь, русский царь, возьмёт под свою власть не только Россию и Азиатские республики бывшего Советского Союза, но и вообще весь мир. Интересно, что такое пророчество есть не только у Настердамуса, и не только у Ванги, оно есть и у других пророков. Например, русский пророк Абель. Он не просто предсказал смерть всех русских царей и революцию, он также предсказал и приход Белого царя, и даже назначил точную дату этого прихода. И это запечатлено на иконе, которая сейчас находится в Третьяковке. Чётко прописанное пророчество. Да, там не названа точная цифра точного года, но там есть подробные указания, которые приводят точно к 2026 году, к октябрю месяцу, когда этот король появится и возьмёт под свой крыло весь мир. Почему небо даст ему такие технологии? Потому что он однозначно от Бога. Почему его сторонники получат такую власть, которой сейчас нет ни у кого? Потому что за очень короткий срок, в несколько лет, может быть, 2-3 года, ему потребуется подготовить этот мир к великим катаклизмам. Он будет фактически посланником Господа. В индусском пентоне это называется Калки-аватар. Человек, который приходит перед самыми катаклизмами, чтобы подготовить людей. Оказывается, что наша планета уже много раз подчинялась таким катаклизмам, и много раз Калки-аватар приходил и спасал людей. Когда-то больше, когда-то меньше. Как он будет их спасать? Он расскажет им, что что будет. Он подготовит их в сознание. И когда всё будет происходить, уже у них не будет страха. Они будут чётко понимать, что делается и что надо делать. Потому что страх убивает в первую очередь. Но боимся мы чего? Мы боимся неизведанного. Того, что мы не понимаем. А когда понимаем, то уже не боимся. Берём и действуем. Вот этот король Ангамуа, этот белый царь, этот спаситель, этот Калки-аватар, этот предшествующий Майтрея, о котором говорят буддисты, или великий Махди, как его называют мусульмане, или тот утешитель, о котором говорил Христос, который придёт перед самым-самым моментом Великого Прихода. Это на самом деле один и тот же персонаж. Не так, что пришёл от мусульман Махди, буддистов Майтрея, от христиан Великий Утешитель, тут ещё от Мастрадамуса задесался король Ангамуа, и белый царь вдруг где-то из-под полы вылез. Ну и много-много других персонажей, которые предсказаны. Нет, дорогие друзья, это один человек, который придёт и всё исправит. Да? В 26-м год примерно. Да? Момент перед катаклизмами. Да? Перед тем, как большинство городов нашей цивилизации погибнут от взрывоподводных вулканов, огромных цунами, которые всё смоют на своём пути, от ядерной зимы, которая будет следствием того, что вулканический пепел застит небо, от голода, холода, от всего от этого он должен будет спасти тех людей, которых можно спасти. И вот здесь возникает вопрос. Он точно придёт? Точно после него будут катаклизмы? Он точно сейчас придёт? Это точно будет скоро? А что надо делать людям? Продолжение следует...